Традиционно в день физкультурника чествуют тех, кто восхищает своим мастерством, силой воли, упорством, стремлением к поставленным целям и красивыми победами. Так в этом году 35 наград вручили лучшим представителям отрасли. Сегодня в преддверии Дня физкультурника, который уже 85-й год празднуется в нашей стране, мы собрали лучших из лучших тренеров, которые сегодня вкладывают свое сердце в воспитание наших ребят. Они всегда приветливые, они всегда здороваются, они всегда улыбаются, они всегда культурные. Вот это, наверное, и есть тот показатель, который наши тренеры вкладывают в наших детей. Это не только олимпийская медаль, не только какие-то мышцы, секунды и метры, но это еще и прекрасное воспитание. Виновники торжества получили поздравления, благодарности и грамоты от имени главы города Сочи. Им также вручили знаки почета за профессиональное мастерство и трудовые успехи. Одну из наград получил мастер спорта международного класса, а ныне тренер по тяжелой атлетике Владислав Яркин. Сейчас отметили знаком почета и уважения сочинцев. Я горжусь этим, мне очень приятно. И очень приятно, что наши спортсмены, как, например, мой брат Вячеслав Яркин, имеют возможность в нашем городе проходить все этапы спортивного обучения. Также отмечали и тренеров спортивных школ. Анастасия Тихонова уверена, что главное в профессии – это любовь к тому, что ты делаешь. Восемь лет в данной профессии. Очень рада этому. Очень благодарна организации и администрации за награду от главы города Сочи. Главное – индивидуальный подход к каждому ученику. Все будет хорошо. Любить свою профессию, любить детей, развивать, и тогда все будет хорошо. Ко дню физкультурника в Сочи запланирована большая тематическая программа. Во всех районах курорта пройдут чествование ветеранов спорта, различные турниры, матчи и забеги. Сочи имеет большую и яркую спортивную историю. Среди воспитанников городских спортшкол победители и призеры соревнований самого высокого уровня. Администрации города Сочи уделяется большое внимание пропаганде здорового образа жизни и созданию условий для занятий спортом во всех районах курорта. Результат этой работы – ежедневно увеличивающееся число жителей, систематически занимающихся физической культурой. Дарья Коржечковская, Юлия Жукова, Арарат Базинян. Время новостей.